МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Талткургане выявляют нарушителей карантина. Соседи в помощь. Из Алматинской области в Макта-Аральский район вновь отправился обоз к гуманитарной помощи. Несмотря на пандемию коронавируса, в животноводстве Казахстана сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. До конца этого года объем валовой продукции отрасли планируется довести до 2 трлн 600 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе заседания правительства под председательством Оскара Мамина. По его словам, основной упор будет сделан на полное обеспечение собственных нужд страны. Ежегодное строительство 25 молочных товарных ферм позволит к 2025 году перейти на полное самообеспечение за счет увеличения переработанного молока на 500 тысяч тонн. Сейчас объем планируемых и реализуемых проектов переработки животноводческой продукции превышает 700 млрд тенге. В качестве примера развития отрасли животноводства пример министр привел в Алматинскую область. К примеру, в следующем году в Алматинской области распахнет свои двери мясоперерабатывающее предприятие «Бауман». Строится также крупный завод «Тайсон Фудс». Поэтому правительство будет оказывать существенную поддержку для развития овцеводства. Будут выдаваться низкопроцентные кредиты на приобретение мелкорогатого скота. Предусматриваются субсидии. Открытие таких инвестиционных проектов позволит всей стране выйти на новый уровень развития в отрасли сельского хозяйства. Сегодня активу Сарканского района представили нового Акима. Распоряжением главы края Аманды Кабаталова и по согласованию с администрацией президента Казахстана им стал Талгат Кайнарбеков. Ранее эту должность занимал Марат Разбеков. Новый Аким Сарканского района Талгат Кайнарбеков родился в 1969 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности преподавателей истории, а также экономический факультет Житовского государственного университета. Трудовую деятельность начал преподавателем Кокзекской средней школы Сарканского района. В разные годы работал начальником отдела аппарата Акима города Талгат Курган, заместителем Акима Коксулского района, первым заместителем Акима города Талгат Курган, а также градоначальником Текили. Последняя занимаемая должность – Аким города Капшигай. Глава края выразил доверие новому Акиму, подчеркнув, что Сарканский район – один из самых быстро развивающихся регионов. Оправдать возложенную перед народом ответственность пожелал Амандык Баталов. Уверен, что Талгат Кайнарбеков будет хорошим Акимом. У него имеется огромный опыт. Без сомнений, он станет достойным руководителем. Сарканский район имеет богатую историю. Здесь большие пассивные площади. Активно ведется животноводство. Развивайте сельское хозяйство и работайте как один единый механизм по благо Родины. Спасибо вам большое за оказанное мне доверие. Сарканский район – моя малая родина. Здесь жили мои родители. Поэтому возглавлять этот район для меня – двойная ответственность. Постараюсь оправдать возложенное на меня доверие и сделать все, чтобы район процветал. После послабления карантина прирост заболеваемости COVID-19 в Талдыкургане увеличился почти на 10%. Число заразившейся коронавирусной инфекцией в Талдыкургане на сегодня составляет 58 человек. По словам специалистов, эта цифра растет с каждым днем. Причина – безответственное отношение горожан. Насколько соблюдаются элементарные меры безопасности в непродовольственных магазинах и торговых домах, проверила мобильная группа во главе с Акимом города Галамжаном Абдраимовым и главным санитарным врачом области Кайратом Баймухамбетовым. После послабления карантина возобновили в Талдыкургане свою работу более 400 субъектов малого и среднего бизнеса. А это означает, что активность населения увеличилась в разы. Работают как мелкие непродовольственные магазины, так и небольшие торговые дома, салоны красоты и даже центральный рынок Талдыкургана. Как показало рейдовое мероприятие по исполнению постановления главного санврача области, основная масса населения понимает серьезность проблемы и придерживается санитарных норм. Тем не менее, ряд торговых точек пренебрегает ими. Где у вас санитайзер? Здесь, где у вас перчатки. Покажите. Здесь у вас люди, где у вас заходят. То есть вирусная нагрузка у вас большая. Возможно сказать, инфекционная доза может быть. Чихнул кто-то, кашлянул, осталось. Как утверждает главный санитарный врач области, в связи с выявлением вируса COVID-19 в Талдыкургане, местные власти могли бы закрыть ранее открытые объекты. Но учитывая просьбу жителей, общественности и бизнес-сообщества, все оставили как есть. Но с усиленным санитарным режимом. Вместе с тем, по словам Кайрата Баймухамбетова, этим самым они не идут на большой риск. Должен сказать, все эти послабления дают нехорошие результаты. До послабления у нас темпы роста были всего 2,5%. На сегодня по области 4,5%. Почти два раза вылаз. Это показатель по республике идет. К сожалению, всем этим нашим рекомендациям население пренебрежительно относится. В процессе обхода коммерческих объектов мониторинговая группа выявила еще одну немаловажную проблему. Несанкционированная торговля. Таковых сегодня по одной лишь улице в районе рынка было выявлено целых семь. У меня точка внутри. Я только сегодня вышла. Почему вы вышли? Нужны деньги, кредит. Сами же понимаете. Это же улица. Здесь люди ходят. Это тротуар. Стихинная торговля с санитарной точки зрения может стать настоящим рассадником различного рода инфекции. Вот уже более шести месяцев Акимат усердно борется с незаконной торговлей в неположенных местах, но тщетно. Нарушают требования закона одни и те же предприниматели, которые уже по несколько раз были отштрафованы за данные нарушения. Составлялись административные протоколы. Материалы передавались в суд. Но через две недели, и на прошлой неделе наблюдалась такая тенденция именно по уличной торговле. Не по одной, по два раза даже есть люди, которые привлекались к административным тенденциям и предупреждаем, и замечания делаем. Но этим нам в последующем надо будет бороться. По результатам проверки, чиновники пришли к выводу, что необходимо усилить работу мониторинговых групп как по соблюдению карантинного режима, так и по недопущению незаконной торговли. Теперь еиды будут проводиться систематически два раза в неделю. Как оказалось, нарушают карантин не только разрозненные точки или стихийные торговцы, но и торговые комплексы. За два дня членами мониторинговой группы проверено свыше 150 торговых точек Талдыкургана. В 70% из них выявлены нарушения. Это отсутствие масок у рабочих, антисептиков, санитайзеров, несоблюдение социальной дистанции и прочее. Несмотря на карантин, торговый дом «Альдебек» буквально заполнен покупателями. Большинство из них даже не удосужилось надеть маски и перчатки. Судя по всему, регулировать поток людей никто не собирается. О дезобработке нет и речи. Грязный пол, отсутствие санитарного дистанцирования представляет потенциальную угрозу распространения вируса. Только завидев камеры, продавцы начинают в спешке надевать маски. По всей видимости, разъяснительную работу администрация торгового дома не провела. Иначе обстоят дела в торговом доме Евразия. В помещении установлены санитайзеры. Однако соцдистанцирование также не соблюдается. А в этом ларке продавец обслуживает клиента без маски. Видимо, постановление главного санитарного врача его не касается. В отношении крупного и среднего предпринимательства мы можем применять административные меры. В отношении других групп предпринимательства разъяснительную работу и предупреждение с передачей дела в мониторинг группы Акиматов, которые уполномочены приостановить деятельность таких объектов, где нарушается режим карантина. Всего члены специальной комиссии проверили свыше 150 объектов за два дня. Поскольку количество зараженных в областном центре растет, места массового скопления людей, в том числе и торговые точки, будут проверяться ежедневно, говорят эксперты. Дамир Анитов, Жайя Курманбаев, Телеканал ЖИЦУ. Нет коронавирусу. Согласно постановлению главного санитарного врача Талдыкургана от 24 мая текущего года, в областном центре усилены санитарно-карантинные мероприятия. К дезинфекции города подключились 10 волонтеров фронт-офиса МИРМДР-ТСУ. Полностью обмундированные средства специальной защиты они провели обработку концентрированным раствором гипохлорита натрия, нескольких подъездов домов и прилегающих к ним территории. В микрорайоне Каратал. Тщательно дезинфекции подверглись подъезды, ранее закрытые на карантин. По заверениям сотрудников фронт-офиса, акции, подобные этой, будут проводиться до конца карантина. В сотрудничестве с Куркейту совместно, то есть полностью взяли разрешение у городского Акимата, у ЖКХ, и то есть совместно полностью отработаны мероприятия и проводим дезинфекционную работу. То есть помимо нас еще в других точках города проводятся дезинфекционные работы. Из Алматинской области пострадавшим от наводнения в Макта-Аральском районе отправлено 80 тонн строительных материалов. Гуманитарная помощь оказана в рамках акции «Безбергемес». К слову, это уже вторая волна гуманитарного груза, отправленная членами Алматинского областного филиала партии «Нуратан». Ранним утром из Жамбылского района Алматинской области в Макта-Аральский район направился автокараван с гуманитарной помощью. В грузовики загружены строительные материалы для восстановления пострадавших домов, а именно 20 тонн сухих строительных смесей, 14 тысяч штук красного кирпича и около 20 тонн газобетонных блоков. Руководитель областного филиала Жасотан Еркебулан Акбулатов отметил, что это не первая и далеко не последняя помощь нашим соотечественникам из Туркестанской области. «Мы отправляем в Макта-Аральский район 80 тонн стройматериалов. На этом мы не намерены останавливаться. Будем оказывать необходимую поддержку, пока затопленный район полностью не восстановится. Хочется отметить, что 20 волонтёров из Алматинской области на протяжении недели находились в Туркестанской области и помогали в распределении продуктов и в ремонте жилья». В связи с произошедшей ситуацией в Макта-Аральском районе областным филиалом партии «Нуратан» и «Молодёжным крылом Жасотан» был создан штаб по оказанию гуманитарной помощи. 12 мая пострадавшим прибыла первая волна различной провизии. Средств особой необходимости и стройматериалов. Общее количество составило 260 тонн. Благодаря этому более 50 семей получили корзины продуктового питания. «Сегодня 20 волонтёров принимают участие в отправке гуманитарной помощи нашим братьям и сёстрам из Макта-Аральского района. Это действительно страшная трагедия. Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего восстановления пострадавшего региона. Сплочённость казахского народа безгранична. И мы надеемся, что очень скоро они вернутся к привычному ритму жизни». Напомним, 1 мая произошёл прорыв дамбы Сардабинского водохранилища в Узбекистане, в связи с чем под водой оказалось 8 тысяч гектаров пассивных земель и пострадало свыше 1 тысячи жилых домов. Рейсы гуманитарной помощи прибывают со всего Казахстана и по сей день. Аделя Кжаркенова, Ербулат Антелов, Телеканал ЖИЦУ. Дело Эксакима Павлодарской области Булата Бакаова поступило в уголовный суд. Процесс назначен на 27 мая. По результатам комплексной налоговой проверки компании Аксу Транслогистик, проведенной в 2019 году, были выявлены нарушения на сумму 200 миллионов тенге за периоды с 2014 по 2018 годы. Предприятие принадлежит родственнику бывшего главы региона, который пытался повлиять на результаты проверки. В Алматы загорелся мебельный цех. Произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Принятыми оперативными мерами пожар локализован в 6.00 на общей площади 970 квадратных метров. Удалось отстоять примыкающее помещение по реализации сантехнического оборудования, снять угрозу распространения огня на жилые дома. На месте работают 19 единиц техники, 65 человек и службы взаимодействия. Молодой парень, станцевавший брейк-дэнс на пешеходном переходе в Павлодаре, привлечен к административной ответственности. 24 мая на одном из павлодарских аккаунтов социальной сети Instagram была размещена видеозапись, на которой молодой человек танцует на пешеходном переходе на пересечении улиц Сатпаева-Каирбаева. Исполняя красивый танец, молодой человек нарушил правила дорожного движения. Данный факт зарегистрирован стражами правопорядка. Судом наложен штраф в размере 2 МРП. Видео поздравления адресовали учителям родителей школьников Ембекш-Казахского района. Из-за карантинных мер впервые выражаем благодарность в таком формате, говорят они. По словам родителей, учителям нелегко приходится взаимодействовать с детьми в онлайн формате, поэтому заслуживают отдельного внимания благодарных родителей. Всего в Ембекш-Казахском районе 5 340 учителей и более 55 тысяч учеников. Столкновениями между полицией и протестующими обернулись попытки провести в Гонконге акцию против китайского закона о безопасности в автономии. Для разгона демонстрантов сотрудники силовых органов применили слезоточивый газ. Вопреки запрету на проведение митингов, собрались сотни сторонников демократического движения. Они протестуют, в том числе против законопроекта, который предоставляет Китаю право применять в автономии национальные законы и открывать там представительство органов безопасности. Инициативу рассматривает собрание народных представителей КНР. Сторонники этих изменений говорят о необходимости защиты от сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. Противники законопроекта рассматривают его как нарушение принципа «одна страна – две системы» и инструмент для будущих репрессий против участников демократического движения. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что инициатива не несет угрозы для свободы собраний и свободы слова в автономии. Правительство Германии выделит терпящие убытки компании Люфтганза помощь в размере 9 млрд евро. Однако взамен государство получит 20% акций и два места в наблюдательном совете авиаперевозчика. Люфтганза, как и все авиаперевозчики, серьезно пострадала от закрытия границ и введения карантинных мер. По данным компании, простой самолетов на земле обходится и в среднем в 24 млн евро в сутки. Из-за пандемии COVID-19 в последние месяцы было отменено до 95% рейсов. Однако уже в июне Люфтганза начнет увеличивать число перелетов и совершать около 2000 рейсов в неделю. Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну иностранцам, которые посещали за последние две недели Бразилию, сообщает Reuters. Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Сейчас в этой стране развитие эпидемии идет намного интенсивнее, чем где-либо еще. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макьяни, введенные ограничения помогут не допустить въезд заболевших граждан США. На торговые потоки между США и Бразилией ограничения распространяться не будет. Быстрее, выше, сильнее. Вслед за баскетболистами Алматинской области к тренировкам на свежем воздухе приступили волейболисты и легкоатлеты региона. Подготовка проводится в соответствии со всеми санитарными и эпидемиологическими нормами по новой методике. Какие изменения внесла пандемия в подготовку атлетов, расскажет наш корреспондент. Отделение пляжного волейбола в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе открылось в начале этого года. Сейчас в секции занимается около ста девушек. В период чрезвычайного положения юные спортсменки проходили общую физическую подготовку на дому в формате онлайн. Теперь, когда стало возможным тренироваться на улице, волейболистки отрабатывают командно-тактические наработки. В неделю мы проводим четыре тренировки по полтора часа. Тренерами разработаны специальные методики, чтобы можно было соблюдать нормы санитарной безопасности. Наши волейболистки занимаются в перчатках, систематически обрабатывают руки и соблюдают дистанцию. Сейчас мы готовимся к республиканскому турниру, который планируют провести в июле в городе Усть-Каменогорск. Пандемия внесла корректировки в календарные планы представителей всех видов спорта. Не исключение и лёгкая атлетика. В этом году две спортсменки из Алматинской области должны были отправиться в Токио на Олимпиаду. Однако, в связи с её переносом, на более поздний срок девушки вместе с региональной сборной готовятся к запланированным республиканским стартам. С августа по октябрь запланированы республиканские соревнования. Сейчас мы к ним упорно готовимся. Тренировки у нас проходят в нескольких местах. Наши базы находятся в парке ветеранов, на берегу набережной реки Каратал и в горной местности. В этом году у нашей команды стоит задача, чтобы три спортсмена получили звание мастера спорта. В целом, Алматинская область является одним из лидеров республики. Сейчас у нас хорошее поколение спортсменов. Это Керимова Мадина, Мукатаи Рассел, Петров Николай и многие другие. Мы возлагаем на них большие надежды. В случае высоких результатов на республиканских соревнованиях спортсмены Алматинской области обеспечат себе место в сборной страны. Затем в планах у легкоатлетов получить лицензию на азиатские игры. Ануара Мангельдинов, Жархан Шентаев, Аблай Кутукпай, телеканал ЖИТСУ. И в завершение выпуска, ссылаясь на прогноз КАЗ Гидромет, Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что днем 27 мая этого года в Алматинской области ожидается сильная жара до 35 градусов. Также с вероятностью 90-95% синоптики ожидают шторм. В связи с изменением погоды сотрудники Департамента по ЧАЭС Алматинской области рекомендуют оставаться дома. При тепловом поражении немедленно перейти в тень, охладиться, выпить воды. И помните, что во время сильной жары увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова